дорогие друзья очень непросто работать украинским журналистом в условиях военного времени поэтому любой ваш лайк любая ваша подписка любой ваш комментарий или тот случай когда вы можете воспользоваться кнопкой спонсорства для нас очень дороги это единственное отражение вашей реакции на информацию которую мы для вас делаем и ваше дружеское плечо и ваше тепло которое нам очень необходимо в это время огромное спасибо за то что смотрите за то что поддерживаете за то что рядом друзья приветствую всех это на было станислав белковский а наташа влаченко опять с вами в это время на белок всегда приходит без опозданий здравствуй стас привет наташа всех приветствую ну вот начну с того что наша разведка и наши политики говорят о том что российско-украинская война вошла в критический период и путин уже не скрывает о том во время выступления на g20 и других выступлениях о том что нужны территории и я понимаю что захар прилепит не фигура номер 1 россии но тем не менее он сказал что останавливаться будем в киеве это не россия а украина публично объявила о том что она выходит из переговорного процесса и больше нигде поэтому налицо как бы две тенденции это то что они не хотят уже больше переговоров и они хотят сформировать альтернативную западу коалицию совершенно очевидно что ты скажешь по этому поводу я думаю что как раз ну обсуждать о том как остановится не в киеве или нет можно сколько угодно это опять же вопрос военных возможностей точно так же как и вопрос выхода украинских войск на границу 1991 года на сегодняшний день пока путин заинтересован в прекращении огня потому что во первых не хватает к лету уже будет явственный дефицит боеприпасов и еще раз подчеркиваю что пропагандистская конструкция согласно которой российский оборонно-промышленный комплекс может работать в три смены произведет сколько угодно снарядов она далека от истины да конечно он работает может быть и в 2 и в 3 смены это является самым по себе важным фактором стимулирования российской экономики в нынешней ситуации но во воен-промышленный комплекс все равно весьма зависим от западных технологий комплектующих поэтому технологические санкции мишем мешают и масштабировать производство безусловно именно поэтому с этим и связана потребность снарядов из кндр в пилотниках из рана и так далее если все было так просто то все как северокорейские снаряды были бы не нужны а взамен кстати рф как принято считать переда передает северной корее компоненты технологии необходимые для запуска разведывательных спутников вот первая попытка такая уже была при принятым на пхеньян во вторых потому что высокий уровень потерь жертв растет недовольство среди членов семьи мобилизованных мобилизованных и нужно проводить ротацию мобилизованных если продолжать боевые действия высокой интенсивности как сейчас то значит ротацию проводить вскоре после выборов президента до этого конечно ничего не будет но где-то уже в мае в июне должна быть вторая волна мобилизации это естественно вещь очень непопулярная как доказала и первая волна поэтому именно поэтому путин предпочел как прекратить огонь в преддверии президентских выборов до этого добившись каких-то знаковых со своей точки зрения символических успехов типа взять и авдеевки за которые сейчас ожесточенные бои в том числе на территории завода кокс и хим вот ситуация выглядит так а пропагандистские конструкции там кто кто когда дойдет до ганга там или нам оется погиб ла-манш я там они их можно тиражировать сколько угодно и они сомневаются в конечном счете конечно путин стремится к тому чтобы установить контроль над украиной не аннексировать части территории Gibraltar коксалин reminded украины целиком путем смены власти в киеве что и было первичные изначально целью спецопераций создании оккупации края части украинской территории а именно государственный переворот в Киеве. Не Майдан, конечно, как говорит Владимир Александрович Зеленский, о Майдане речи быть не могло. Именно государственный переворот, мы помним о сценарии, с избранием Виктора Владимировича Медведчука, исполняющим обязанности президента и далее везде. Но это не подкрепляется сегодня никакими военными и экономическими реалиями. Это пропагандистское измерение и ясно, что пока Путин остается у власти, РФ будет де-факто находиться в состоянии войны. Де-факто, не до Европы, поскольку до Европы войны нет и сейчас. И РФ никому не объявила войну, ей никто не объявил войну. Потому что война это важнейший механизм, война в головах в первую очередь, механизм консолидации и мобилизации всех ресурсов государства и общества в условиях уже развитого путинского тоталитаризма и абсолютной монархии Владимира Владимировича Путина. Но, разумеется, это не означает, что он попытается взять Киев в обозримой исторической перспективе снова. Это, опять же, будет зависеть от соотношений сил. Если Украина будет и дальше получать в значительных объемах западные вооружения, то вероятность того, что РФ может принять какие-то большие наступления вглубь украинской территории, конечно, снижается. Ну, я даже не о том, куда они дойдут. Понятно, что для людей, которые там брали Гоуд, Бахмут, никак не просто будет куда-то дойти. Но я о том, что они перестали скрывать свои настоящие цели. То есть они сначала начинали как спасители и типа мы хотели бы спасти народ Луганщины и Донецчины, как они говорили, ЛНР, ДНР. А, собственно говоря, сейчас они просто говорят о захвате территории и больше ни о чем. Нет, но об этом они давно говорят. Ничего нового не случилось. То есть, хотя спецоперация СЗЭТ изначально трактовалась как системы мероприятий по защите народа Донбасса и Луганщина, но целью-то были, цель заявленной была демилитаризация и донцификация Украины. А донцификация Украины это смена власти, в переводе означает демилитаризация, это уничтожение украинских вооруженных сил. Поэтому здесь, по крайней мере, с февраля 2022 года ничего не поменялось. Опять же, возвращаемся только к одному тейсу. А что, какие есть ресурсы для достижения этих целей? Сегодня для достижения этих целей ресурсов нет. Что будет там годы спустя, непонятно. Поэтому тема прекращения огня так или иначе будет актуальна с обеих сторон, поскольку, как правильно заметил Валерий Федорович Залужный в том самом легендарном уже культовом материале для экономиста, длительная позиционная война на истощение и крайне невыгодной Украине. Опять поднят вопрос закрывать границы. В Республике Беларусь проходит учение по ограничению выезда из страны. И мне кажется, что то же самое сейчас будет. Этот же вопрос будет подниматься в России. Ограничение выезда в очень таких серьезных масштабах. Пока нет, я думаю. Естественно, это будет относиться к мужчинам призывного возраста и всем подлежащим частичной моделизации. Это значительная часть населения страны. Но это не значит, что то есть ясно, что все, что делает Лукашенко, может рассматриваться как учение для последующих принятия аналогичных мер в РФ. В том числе и блокирование паспортов для релакантов и требования явиться на территорию страны для того, чтобы возобновить паспорта и так далее. Что, собственно, и подстегнуло Европейский Союз в лице одной из его стран Литвы к формированию концепции демократического паспорта без гражданства для белорусов. Эта конструкция была бы полезна весьма российским релакантам. Паспорт без права избирать и быть избранным паспорт как проездной документ. Но сейчас, вот сегодня опубликован очередной манифест спикера Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, в котором говорится, что напротив, лучше, если бы все люди, которые выступают против войны и тоталитаризма, там этих слов нет, конечно, я по смыслу передаю, как можно быстро покинули РФ и никогда больше на территории РФ не появлялись. Главное, чтобы не было никаких иллюзий, что в РФ можно вернуться, что релакант ни в коем случае не должен об этом мечтать. И здесь я с Володиным абсолютно согласен. Если кто-то хочет добровольно ехать в концлагерь, то стоит, наверное, как минимум трижды подумать перед тем, как принимать такое решение. КНДР почему-то разорвал, он не почему-то, а по совершенно конкретным, так сказать, в контексте сегодняшних событий причинам пятилетнее соглашение с Южной Кореей. Как ты считаешь, означает ли это какие-то серьезные намерения или это просто такой, как мы говорим, пиаровский жест? КНДР обязан шантажировать своих соседей войной. Вот как Путин будет до бесконечности шантажировать Запад ядерной войной, поскольку он понимает, что технология работает. Пока Запад вновь не нашел свои идеи на основании и не понял, что это не от Путина зависит, погибнет человечество или нет, до тех пор этот шантаж может быть эффективен. Так и КНДР, это главный бизнес. Собственно, в этом смысле КНДР ничем особенным не отличается от Хамаса, например. В чем бизнес Хамаса? В том, чтобы или получить денег от кого-нибудь на совершение теракта, как, собственно, что и было одной из причин войны 7 октября, или, наоборот, получить денег с потенциального объекта теракта, чтобы теракты прекратить. Как еще они могут зарабатывать деньги? Только так. Это типичная логика бандитской группировки наезд-откат. То так точно так же будет вестись АКНДР. Дайте нам еще денег, и тогда мы не будем с вами воевать. Тем более, сейчас действительно у КНДР, как мы уже сказали, только что появились новые военные возможности, связанные со своим техническим сотрудничеством с РФ. Остановить это сотрудничество может только Китай, пока он этого не сделал, но, в принципе, не исключено, что он и вмешается в эту ситуацию. При этом, как и в ситуации с Хамасом, где больше двух миллионов жителей сектора газа живут в тотальной нищете и разрухе, а все лидеры Хамаса долларовые миллиардеры официальные. И живут, в основном, сейчас на запределах сектора газа, о чем можно, призывая всех посмотреть мою программу «Гибель этого мира» на канале Белковский, где об этом достаточно подробно рассказывается. Так и семья сам Ким Чен Ын и члены его семьи еще при жизни отца Ким Чен Ыра, любимого руководителя, в состоянии оценивался 4 миллиарда долларов. Сейчас, конечно, гораздо больше, в разы больше. И мы видели, как, как сказать, бронепоезд, на котором Ким Чен Ын ехал из Пьяна в Владивосток на встречу с Владимиром Путиным в сентябре, где он ест на золоте трюфель с черной икрой, там есть специальный отряд из 30 гейшу, удалил выполняющих любые пожелания вождя. Поэтому, собственно, клан Ким Чен Ын требует денег лично себе, не серый корейскому народу, который точно так же, как и палестинцы сектора газа, воспитывается в ненависти к окружающему миру и в представлениях о том, что только в состоянии перманентной войны с окружающим миром, пусть даже ментальной войны, страна может выжить. Собственно, эту судьбу ждет в обозрённом будущем Российскую Федерацию, несмотря на то, что Российская Федерация по размерам территории и по прочим ресурсам далеко не КНДР и тем более не сектор газа, но сам вектор направлен именно туда, что нужно решать свои задачи, будучи угрозой всему окружающему миру. Потому что главный бизнес угрожать. И это абсолютно логично. Это логика ОПГ, поскольку долгие годы подряд, когда мне говорили, что Путин там классический КГБшник или советский чиновник, я не уставал повторить, что никакой он не классический КГБшник и не советский чиновник, а он криминализированный бизнесмен. Одновременно и порождение и один из отцов бандитского Петербурга. Вот когда бандитский Петербург в самом широком смысле этого слова, здесь я не привязываюсь к топониму и никак не хочу отниматься прекраснейший город Санкт-Петербург, приходит в класс в какой-нибудь стране, он и ведет себя так, как ОПГ. Ну, так и есть, да, только масштабы меняются. Это да. Вот мы сейчас начали говорить уже об Израиле и надо сказать, что Израиль, вообще то, что произошло в Израиле с 7 числа, оно как бы это же не ограничивается каким-то событием, да, террористическим актом огромным, который случился. На поверхность поднялось очень много проблем. И это и проблемы антисемитизма в мире, и проблемы исламского мира, и многие другие. И, конечно же, дай Бог вернуть всех заложников, процесс начался. Но что будет дальше с этим всем? Вот это вот серьезный вопрос, и мне кажется, на него никого нет ответа. Пока нет, конечно. Ну, дальше там, естественно, будут внутренние реформы в Израиле, вряд ли наша аудитория так интересна, сколько это нужно, вникать в тонкости израильской политики, чтобы их обсуждать. Но ключевой вопрос, кто будет управлять сектором газа и обеспечивать там безопасность? Естественно, никто не хочет, чтобы это был сам Израиль. Сейчас премьер-министр Биби Нитаньяра, многие другие израильские лидеры, политические и военные говорят о том, что нет, все-таки Израилю придется в военном плане присутствовать в секторе газа, иначе гарантировать безопасность нельзя. Вот, потому что арабские друзья, арабские страны совершенно не хотят брать на себя ответственность за палестинские территории, как они никогда не хотели создания палестинского государства и оккупировали причитавшиеся ему территории прямо в 1948 году. И потом, только Израиль создавал палестинское государство, арабы этому только мешали. Ну вот, луч надежды забрезжу, потому что в ходе министров, в ходе визита премьер-министров Бельгии и Испании в Каир, президент Египта фельдмаршал Ассиси заявил, что он вроде готов рассмотреть возможность, чтобы Египет взял на себя ответственность за обеспечение безопасности сектора газа. Это идеальная модель. Если бы еще и Ордания взял на себя ответственность за безопасность на западном берегу реки Ордан, в Иуде и Смарит было бы совсем хорошо, но и Ордания уже что-то сказала, что нет-нет-нет, поэтому ничего она делать не будет. И самое большее, что она может сделать, это подвести танки к границам, чтобы, не дай бог, палестинские беженцы не двинулись в очередной раз в направлении Ордании. Я напомню, что у Иордании своя история отношений с Палестиной. Мало того, что Иордания оккупировала большую часть территории палестинского государства в 1448 году, а в 1150 году аннексировала ее, превратившись в статус Иордании из стран Сайордании, поскольку она тогда уже располагалась на двух берегах реки Иордан. И стала не просто за Иорданием, так еще и палестинцы устроили во главе с Ясером Арафатом, покойным ныне лауреатом Нобелевской премии мира, в 1170 году устроили восстание с целью смены власти в Иордании, свержение короля Хусейна и захвата этой власти себе. На что король Хусейн ответил с жесточайшим подавлением восстания. И более 120 тысяч палестинцев были, главе с самим Арафатом, включая его, были тогда из Иордании высланы. Поэтому теперь Палестин это ночной кошмар Иордании. Ну вот если Египет, как самое, безусловно, как самое крупное в Египте население, в общем, 120 миллионов человек. Мы об этом забыли. То есть вот почти как в Российской Федерации, разница в территории. Самая крупная в военном плане, самая мощная арабская страна занимается сектором газа, это прекрасно. В любом случае, Израилю придется уйти из сектора газа, если не сразу после войны, через некоторое время. Ставка на долгосрочное присутствие там не оправдана ничем, на мой взгляд. Точно так же, как придется и создать палестинское государство. Ему, конечно, не отдадут ни Восточный Иерусалим, ни те территории Иудеи и Самарии, которые заняты на сегодняшний день еврейскими поселениями. Но действительно, строительство новых поселений можно уже остановить, зафиксировать границы. Здесь возникает вопрос, а кто будет руководить этим палестинским государством? Хамас нет, он должен быть уничтожен уже к этому моменту. Движения ФАТХа Бумазана, нынешнего руководителя Палестинской национальной администрации, тоже нет, поскольку они не доказали свою способность управлять и гарантировать безопасность, а только доказали свою способность еще в сарафате их времен разворовывать миллиарды всевозможной международной помощи. Поэтому этот вопрос безусловно открыт. То есть да, палестинское государство будет, но вот кто будет им руководить, это отдельный большой вопрос. Кстати, вместе, наряду со вспышками антисемитизма везде в мире, что для меня нисколько неудивительно, потому что антисемитов всегда много, вопрос в том, в спящем состоянии они находятся или начинают открывать рот. И когда значительная часть политических элит Запада неожиданно обнаружила, что страдания жителей сектора Газа гораздо страшнее, чем еврейские жертвы нападения Хамаса, опять же, не раскрывая, почему же так страдает сектор Газа, руководимый долларовыми миллиардарами, там не живущими, снимая, сняв этот вопрос с повестки дня, то многие почитали, что так можно, что можно быть сегодня открытым антисемитом, это неплохо, это социально одобряемо, это значит, чего и скрывать. Притом хочу заметить, что друзья Израиля тут сплошь и рядом выиграют выборы в разных странах. Вот в Аргентине Хавьер Милей, в Нидерландах Герд Вилдерс, это все друзья Израиля, безусловно, а тут еще я для себя обнаружил, не без некоторого удивления, что за победой Хавьера Миле в Аргентине стоят армяне. Серьезно, серьезно, это не шутка. Я просто никогда не интересовался аргентинской политикой, а потом просто я заинтересовался, потому что Хавьер Милей это очень типическая фигура наших времен, она очень важная, очень симптоматичная, поскольку она подчеркивает, как сильны, и нарастают антиэлитные настроения в разных странах, народы недовольны. Несколько лет это обсуждаем, что приходят в системную политику несистемные люди. Ну вот выяснилось, что Хавьер Милей имеет вполне системные корни, его генеральный спонсор и многолетний работодатель официальный, как выяснилось, крупнейший аргентинский бизнесмен армянского происхождения Эдуард Эрнекян, миллиардер, которому принадлежит 50 аэропортов по всему миру, включая и реванский аэропорт «Зваркноц». Об этом я, кстати, говорил накануне в программе «Доброй ночи, малыши» на канале «Белковский», пользуясь случаем призывая на него подписываться. И Эрнекян официально имеет награду национальной герои Армении, которую он получил в 2017 году, еще из рук прежних правителей Армении, он дружит и с нынешним премьер-министром Николом Пашиняном, так что, так сказать, после поражения в Карабахе армянский народ получил компенсацию в Аргентине. И это почему еще важно, потому что становится понятным, что некоторые ключевые фигуры международной армянской диаспоры, такие как упомянутый Эрнекян, сейчас настроили, пытаются настроить Армению на новую волну, на волну дистанцирования от РФ и ОДКБ. Конечно, Армения формально не выйдет из ОДКБ, в этом нет необходимости, но, так сказать, фактически мы видим, что сотрудничество сворачивается, и Армения сама попросила снять ОДКБ с рассмотрения план помощи себе, поскольку уже основным источником вооружений и военно-технической помощи будет Запад, в первую очередь Франция для Армении. И мир с Азербайджаном и открытие границы с Турцией. Вот, так сказать, эти три условия, при которых на Армении должен пролиться золотой дождь денег из армянской диаспоры. Почему я еще так подробно об этом говорю? Потому что вот на этой неделе снова возник разговор о том, должна ли Украина стать Израилем, то есть таким милитаризованным государством и обществом, где с пулей встань, с винтовкой ложись, как сказал поэт Владимир Владимирович Маяковский. И мы с собой не раз говорили, что действительно израильская модель тем ценна для Украины, что Израиль все решения принимает сам, не входя ни в какие военные альянсы, тем не менее пользуясь поддержкой западных партнеров, но всегда понимая, что в определенный момент этой поддержки может не хватить или не быть вовсе. Как вот сегодня, например, когда США уже давят на Израиль в смысле снижения военной активности в секторе Газы по вполне понятным причинам, что среди избирателей Джозефа Байдена немало пропалестински настроенных людей, от радикальных леваков до движения БЛМ. И Байден тут, чтобы не растерять избирателей, а падение его рейтинга до 40% связано именно с войной в Израиле, его жесткой позицией первого времени с начала войны в Израиле и ни с чем другим, он должен, так сказать, немножко Израиля коротить. Поэтому все равно финальные решения Израиль принимает сам в зависимости от приоритетов собственной безопасности. Но и Украине это, видимо, тоже суждено в этом смысле. Но не надо думать, что Израиль это страна, которая всю жизнь живет, существует в состоянии войны высокой интенсивности. Это не так. Никакое государство в состоянии тотальной войны выжить не может. А сначала он может выжить, но он не может процветать. Если вот много критиковали все эти сделки мира в обмен на территории и, значит, соглашение ОСЛа 1993-1995 годов. Но если бы не это, если бы Израиль не предоставил самому себе несколько десятилетий относительного мира и затишья, то не было бы никакого экономического бума в Израиле. Израиль был бы, так сказать, по уровню развития гораздо-гораздо ниже, чем он в итоге есть. Поэтому израильская модель означает еще, что не должно быть как раз перманентной войны, должна быть готовность к войне, но должен быть все-таки мир. Ну да, перманентную войну, наверное, не выдержит ни одно государство, но здесь удивляет позиция европейских лидеров, такая достаточно внятная антиизраильская. Премьер-министр Испании сказал о том, что если ЕС не признает палестинское государство, Испания примет свое собственное решение. И надо сказать, что каталонское государство, они не хотят признать, понимаешь? А вот что должен делать Израиль, они с удовольствием транслируют, что можно согласиться воспринимать как определенную враждебность по отношению к Израилю. Здесь опять же нет ничего нового. Это связано с электоральными проблемами. например, премьер-министра Испании Педро Санчеса, который удержался у власти, сохранил пост премьер-министра благодаря поддержке каталонских сепаратистских партий. Потому что он пообещал амнистию участникам сепаратистских акций несколько летней давности, что вызвало в свою очередь бурный протест не только в значительной части испанского общества, была многотысячная демонстрация, многосоттысячная демонстрация в Мадриде против Педро Санчеса этих решений. Ну и стороны даже Верховного Суда Испании, который сказал, что премьер-министр не должен вмешиваться в такого типа вопроса и давать гарантии из сферы полномочий судебной власти, к которой он не относится. Но ради бога, признавать палестинское государство можно сколько угодно. Мы сейчас возвращаемся к мусору, где территория. Приблизительно ее можно неизвестить, только не нужно настраивать нас за ведомо нереалистичной передачей этому государству в Восточную Иерусалину. Этого точно никто не сделает, поэтому лучше с этой темой съехать сразу. Тем более, что если палестинское государство получит Восточный Иерусалим, то доступ к христиан, к святыням Восточного Иерусалима, таким как Храм Грома Господня или Гефсиманский сад или Виа-Долороза Крестный путь Христа будет существенно затруднен. И пусть христианские страны об этом подумают как следует, когда будет обсуждаться этот вопрос в очередной раз. Но стоит вопрос о менеджменте, кто будет управлять всем этим добром и прекратится ли тотальная антиизраильская антиеврейская пропаганда, которая ведется с детского сада на этих территориях, а по тому же самому принципу, что образ врага нужен для того, чтобы все проблемы спихивать на врага, обвинять во всем врага и укрывать от общественного внимания вопрос о том, почему лидеры жируют и едят на золоте, в то время как их народы прорезебают в полной нищете. Это относится и к НДР, это относится к Российской Федерации, это относится условно к территориям нынешней палестинской национальной администрации и сектору газа. Поэтому прекраснодушные призывы это замечательно. Вопрос в том, как и никто и не спорит, в общем, ну кроме совсем уж правого, ультраправого израильского крыла о том, что палестинское государство нужно создавать. Только остается вопрос, тут я всегда вспоминаю один из моих любимых анекдотов про Филина и Зайцев. О том, как Зайцы пришли к Мудрому Филину и спросили, Мудрый Филин, у нас столько проблем, с одной стороны волки, лисы, пятая, двадцатая, как нам вот справиться с этими проблемами, каким-то мощным решением. На что Мудрый Филин говорит, как, очень просто, станьте ежиками. Зайцы приходят в дикий восторг от этого совета, возвращаются по домам и там зайчихи их спрашивают. Ну отлично, а Мудрый Филин не сказал, как вам стать ежиками? Да, действительно, мы его не спросили, говорят Зайцы. Идут снова к Мудрому Филину и говорят, Мудрый Филин, а как нам стать ежиками? Ну, говорит Мудрый Филин, я стратега, это ваши проблемы. Да, это замечательный анекдот, я его тоже знаю, прекрасно. Интересны, кстати, позиции России по отношению к Хамасу, потому что там же было убито 16 россиян во время террористической атаки, но ФСБ не нашло оснований для расследования убийства и похищения. Там в сумме 20 человек, там 4 человека еще находятся сейчас в качестве заложников. Я ждала получить помощь, я звонила и в МИИ, я звонила и в МИИ, посольство здесь, в Кировиде. К сожалению, никакой помощи почему так? Почему такая прям дружба в засос? Почему? Очень понятно. Это единственный возможный для Владимира Путина сегодня вариант, потому что, несмотря на то, что Путин, я настаиваю на том, что он не является никим бытовым антисемитом, действительно, евреи сыграли в его жизни большую положительную роль, и он долгие годы поддерживал еврейские организации в РФ, и дружил с Израилем, с руководителями Израиля, особенно с нынешним премьером Биби Нетаньягу, их сплачивает хотя бы то, что и тот, и другой хотят оставаться в власти что Биби, естественно, гораздо сложнее, поскольку он премьер-министр в демократической стране, а Путина легче, поскольку у него никаких демократических процессов и процедур нет. Но в предыдущий момент все равно ясно, что Израиль союзник США, и наоборот, США союзник Израиля. А Владимир Владимирович устроил Четвертую мировую войну еще в 2014 году, чтобы обрушить американцентричный мир. Поэтому, разумеется, в этой ситуации мог поддержать только Хамас против США, и тем самым против Израиля. Кроме того, он пытается продать и предложить себя исламскому миру в качестве человека, в качестве потенциального союзника, тоже вместе с которым можно сделать что-нибудь отчебучить антиамериканскую. Поэтому здесь его выбор в пользу Хамаса был абсолютно предопределен. И он очень прагматический характер. Уж попал для слухи, мы уже это обсуждали, по-моему, в таких патриотических, уропатриотических и националистических средах в РФ, что Путин тайно принял ислам под влиянием отца Алины Маратовны Кабаевой. Я, естественно, не верю в этой серии, что Путин лежит в холодильнике. Кстати, вот эта битва холодильника с телевизором теперь прочитала, что это такое. Это когда один Путин в холодильнике, а другой в телевизоре. Это такие прикрепленные дебаты на президентских выборах 2014 года. Как холодильник и телевизор на сцене. И там, и там Путин. Вот. Но ему не нужно принимать ислам, потому что к религии Путин относится функционально. И сейчас исламский мир ему нужен для чего-нибудь, а он ему нужен, чтобы бороться с Америкой. Поскольку явно Израиль ему не союзник в борьбе с Америкой. Он в других вопросах да, но не в этом точно. То, значит, он осыпает милостями исламскую ум РФ, дополнительно возвеличивает Рамзана Кадырова, предлагает построить мечеть в парке Патриот и так далее. А завтра ему для чего-нибудь буддиста понадобится, и в ползу случай, что он перешел в буддизм. Это, так сказать, тут не нужно. Религия Путин только одна. Это религия денег, культ мамоны. Все остальные религии нужны только для оправдания тех или иных политических или бизнес-решений. Кстати говоря, интересно, где хранит Хамас свои деньги? Он же хранит не в Штатах, поэтому, как говорят эксперты, когда Штаты вводят против Ниссанса, это никакой роли не играет. Они хранят свои деньги в Турции, там они совершенно спокойно сохранятся. Он, который долгие годы был крупнейшим спонсором Хамаса, и в Иране, конечно. Нет, США могут перекрыть эти деньги все равно, поскольку мировую долларовую систему и доллар, как ключевую резервную валюту, никто не отменял. Вы говорили, что, видимо, долгие годы США этого не хотели. Они считали, что пока Хамас финансируется, можно гарантировать отсутствие большой войны в Израиле. Ну вот, теперь мы видим, насколько эти предположения оправдались. Интересна роль в современных событиях церкви. Пока Папа Римский собирает трансвестит и транссексуалов на ужин, Кирилл говорит о том, что Россия должна победить, потому что, если Россия не победит, не будет мира, и в этом ничего удивительного нет. Пока есть Россия, есть мир. То есть он фактически, как Маргарита Симоньян, угрожает ядерной войной и другими, так сказать, карами небесными. Ну, Папа Римский, я считаю, ведет себя вполне трогательно и уместно, он пригласил трансвеститов в проститутор, демонстрируя тем самым, что, так сказать, люди еще недавно кардинально униженные в западном обществе сегодня могут прийти на прием к Папе Римскому как говорил Сус Христос, яд дверь. Безусловно. Другое дело, что он не делает из этого никаких далеких. Папа Римский, как всякий классический иезуит, Папа Франциск, он подстраивается под обстоятельства окружающие его. Это вопрос, который является одним из ключевых в моих любимых сериалах «Молодой папа» и «Новый папа» Паула Соррентина. Должна ли церковь подстраиваться под внешние обстоятельства, или она должна диктовать свои условия? Или некий компромиссный путь, когда вообще мы не обсуждаем просто этих вопросов, а живем по инерции. Думая, что эта инерция бесконечна, или пока не на наш век хватит, а после нас, как известно, уходит потоп. В данном случае потоп Аляксы, таково название спецоперакции Хамаса, войны этой, начавшейся 7 октября. И папа едет в Монголию, он рассказывает там, как хороша была империя Чингисхана, каким нравственным был пак с Монголиком, мир построенный Чингисханом. В этот момент в гробах ворочаются сотни тысяч людей, которых монголы при Чингисхане убивали и сжигали заживо, ну ладно. Он говорит со студентами в Санкт-Петербурге, он рассказывает там о величии русского духа, это и так далее. Радь Богу, это его сознательная политика, но все равно Ватикан не сможет обрести, не сможет поднять свой престиж, если у церкви не будет какой-то внятной, позиции не подстраиваться под все, что происходит вокруг, и покупать лояльность за счет встречной лояльности, если все-таки не будет сформулировано главное, что только на путях ре-христианизации, восстановление христианских основ, Запад может консолидироваться и победить в войне с тоталитарными силами современности. Но пока от Папы Римского Франциска мы этого не слышим. Может быть, мы услышим от кого-либо из его последователей, потому что не исключено, что как и его предшественник Бенедикт XVI Франциска уйдет на покой раньше, например, в следующем году, в декабре ему исполняет сколько, 87 лет, вполне достаточно, как говорил, согласно апокрифу, я не знаю, было ли это на самом деле Папа Бенедикт XVI, уходя с престола своего, покидая свой престол. 86 лет это прекрасный возраст, но не для человека. Хотя Белковская теория старости этому противоречит, но какой-то элемент в этом есть. И сейчас обсуждаются вопросы о том, что следующим Папой Римским, а это будет решать Папа Франциск, если смена власти пройдет при его жизни, потому что он контролирует более двух третей коллегии кардиналов, кардиналов с правом решающего голоса при избрании Папы, и эти кардиналы назначены уже при его пансификате, при нем с 2013 года. Он очень серьезно почистил руководство Рима католической церкви. Это может быть или чернокожий Папа, там есть два кандидата, кардинал из Ганны Питер Тарсон и Уилтон Грегори, это архиепископ Вашингтонский, афроамериканец, первый кардинал. И на полном серьезе обсуждается и перспектива китайского Папы, архиепископа кардинала Джоу Шорена, архиепископа Гонконга, который стал кардиналом с правом голоса на конклаве вот в этом году, в начале этого года. И тогда, может быть, все это будет приобретать еще какие-то дополнительные очертания. Что касается Кирилла Гундяева, ну, он госслужащий, ведь РПЦМП государственная структура, это госкорпорация, поэтому все, что он говорит, может только отвечать представлениям и приоритетам Владимира Путина в данный момент, ничего больше. Это не относится к сфере духовной и церковной жизни. Это прекрасно, когда священник становится госслужащим, ну и по-прежнему ярчайшей фигурой остается Маск, который делает часто яркие противоречивые заявления, вот сейчас после этого антисемитского скандала он собирается сейчас в Израиль, ну и, конечно, очень много говорит об искусственном интеллекте. Да, Илон Маск собирается в Израиль, где уже его будут принимать президент Ицхак, он же был уже герцог и Биби Нетаньягу, и тем самым, наконец, будет поставлена точка в вопросе, поддерживает ли Маск антисемитские силы. Поэтому Илон Маск ясно объяснил, что проповедь лозунга «From the river to the sea, Palestine will be free», то есть от реки до моря Палестина будет свободна антиизраильского в сети экстремии, возможно, как призыв к геноциду. Я надеюсь, что с этой... Ведь несколько месяцев назад в Сан-Франциско Биби Нетаньягу встречался с Илоном Маском, тогда всячески приглашал его в Израиль и говорил, что если бы Маск прибыл, то судьба Израиля и его экономики не была бы прежней. Так оно и есть. Илон Маск очень нужен Израилю, хотя бы для того, чтобы преодолеть местечковость, которая стала бичом израильской экономики и политики в последние годы, и вот такая замкнутая на себе, самоуверенность, высокомерие, совершенно не соответствующая реальному положению дел, что во многом и подтолкнуло Хамас и его тайных спонсоров к войне 7 октября. Ну а искусственный интеллект, да, вот я просто подготовил в качестве вишенки на торте, если хочешь спросить меня, какое событие привлекло мое внимание на эту неделю, то как раз Билл Гейтс, который заявил, что развитие искусственного интеллекта скоро позволит прийти в трехдневной рабочей неделе. Заводные слова. В том, что полностью подтверждаются наши давние мысли о том, что у искусственного интеллекта две миссии. Первая – это избавить человечество от времени и обязательного труда, а вторая – это напомнить человеку, что он не самый умный, что надо смирить гордыню в отношении человеческого разума. Отсюда, собственно, все страхи по поводу засилия искусственного интеллекта, которые едва не привели к отставке легендарного Сэма Альтману с постарого владителя компании OpenAI. При этом в Москве прошло свое мероприятие по искусственному интеллекту, где принимал участие Владимир Иванович Путин. В присущем манере системе оговорок по Фрейду он заявил, что запретить искусственный интеллект уже невозможно. Ну то есть, что в переводе хотелось бы запретить, но вот уже не. Дальше долгое рассуждало, что нам нужен не их западный русофобский искусственный интеллект, а наш родной. Ну, что в связи с о полном непонимании технологических процессах развития искусственного интеллекта в современном мире, безусловно, обрекает РФ на абсолютно периферийную роль во всех тех процессах, чего господин Путин может искренне не понимать. Вот тот же самый спикер Госдумы Володин, который рассуждал о том, что Релакан лучше не соваться в современную РФ, я с ним полностью согласен. Иллюзий не должно быть никаких. Билет в концлагерь в один конец бывает. У него, если, так сказать, концлагерь когда-нибудь и рухнет, то не на нашем веку. Он же недавно был с визитом в Китае и рассказывал в Пекине, что английский язык умирает. Этим, конечно, он подставил себя в глаза принимающей стороны, поскольку китайская страна так вовсе не считает, что английский язык умирает. Китайцы все тотально пытаются его учить. Но уж о каком искусственном интеллекте, всяких технологических прорывах могут говорить люди, которые искренне считают, что они способны обойтись без английского языка, чья роль в современном мире, конечно, естественно, только нарастает, а не наоборот. Кстати говоря, под сообщениями о заявлении белогейца мне привлекли внимание комментарии, в которых люди спрашивали, а что же тогда будет с нами? Нам будут что, платить за три дня работы или за два дня? Как же мы будем жить? Ну, то есть объединение, так сказать, основной массы населения очень беспокоит всех в связи с этим. Работать для всех не будет. Как же народ будет жить? Народ будет жить за счет приобретения качественных новых специальностей, а приобретать он будет за счет безусловного базового дохода, связанного с образованием. То есть я думаю, что в конечном счете безусловный базовый доход будет введен, и уже, как кажется, это довольно скоро, потому что у человечества для этого достаточно ресурсов. Что у человечества денег просто дофига стало понятно во время эпидемии COVID-19. Гигантские деньги были, ведь на человечество потеряло триллионы долларов и не поморщилось. За счет неправильных управленческих решений исключительно. Но эти триллионы, значит, были. И даже их потери не привела к катастрофе, хотя все эти карантинные меры напрягли сильно мировую экономику и стали причиной не только ее новых проблем, но и, собственно, во многом войны. Это отдельная тема, которую мы можем долго обсудить. Вернее, очередной фазы войны, потому что война началась еще в 2014 году. Пусть тогда и в качестве... Все это внешне выглядело как совокупность небольших эксцессов, но это уже было начало мировой войны и предвестие войны высокой большой, агрессивной войны высокой интенсивности. Вот. Поэтому люди должны получать безусловный базовый доход, направляемый на образование. Соответственно, получив за счет этого безусловного базового дохода образование, люди смогут найти себе новые ниши, сообразно новой структуры экономики. Но действительно, жизнь не будет прежней. Придется перестраиваться на ходу, и к этому многие из нас должны быть готовы. Собственно, в этом смысле моя позиция такого человека, как я, очень выгодный и комфортный. Меня выперли из моей страны, лишив ее на неопределенный срок, и я не рассчитываю туда вернуться. Ну что ж, начинать жизнь с нуля, пусть даже на шестом десятке, значит с нуля. Таковы правила игры, их надо принять. Ну и спрошу не только о релакантах, о них ты уже высказался, сказал, что правильно сделаешь, что уехали, я с тобой абсолютно согласна, но не очень комфортно тем, кто остался. Арбенина, которая пыталась в эту систему все-таки каким-то образом винтиться, там, говорила о том, как выводила на сцену жом СВО и прочее, прочее, все-таки ей запрещают концерты. Шнуров, который мужественно в кавычках очень долго молчал, заявил, что, мне кажется, мы давно уже живем в аду, вот нам ад обещали в 2000 году, мы решили, что мы проскочили, нет, он тогда, собственно, и наступил, мы просто не поняли, что мы там живем. Ну и много других примеров. Моргенштейн, которая хочет вернуться домой, она понимает, что она туда не может вернуться. Что будет вот с этой публикой, которая раньше там представляла российскую элиту, которая осталась? Ничего хорошего, потому что жизнь при тоталитаризме плоха для всех, в том числе для его сторонников. Ну, то есть, уцелеть при тоталитаризме, вот Надежда Яковлевна Мандельштейн в своих мемуарах очень высказала много правильных мыслей, гениальных, но одна из них, которая, кажется, мне гениальной в трене, что жертвами ГУЛАГа являются все. Независимо от того, был ты в ГУЛАГе или нет, ты потерял свободу полностью. Ты перестал быть человеком во многом, потому что ты утратил представление о свободном выборе, возможности говорить, делать то, что ты хочешь, перемещаться. Поэтому жертвы тоталитаризма все, и в том числе и в прямом смысле пострадают очень многие, кто сегодня выступает за войну и тоталитаризм. Они просто вообще не знают. То есть и палачи тоже, вот это очень важная мысль, правда. Так бывает всегда во всех тоталитарных системах с разной интенсивностью и скоростью, но бывает. Поэтому при тоталитаризме выжить в этом смысле по точному определению Надежды Яковлевны и Мадельштамма не может никто. Иллюзий, что можно найти какой-то компромисс с тоталитарной реальностью рано или поздно развеется, и лучше, если они развеются еще тогда, когда человек, хоть какая-то степень свободы еще сохраняется, и человек, по крайней мере, может принимать решение, где ему жить. В этом смысле те, кто отплыл на льдине первым, они, собственно говоря, им больше всех повезло, потому что они, возможно, спасутся. Все остальные нет, конечно, уже. Кто спасется, кто нет, это решает Господь Бог, но ясно, что никаких иллюзий о том, что при тоталитаризме можно уцелеть, в самом широком смысле слова уцелеть, как минимум уцелеть как личность, как свободный человек, быть не должно. Ну, финальное стихотворение, поскольку мы проговорили, что тебе привлекло на этой неделе твое внимание. Значит, мы продолжаем, с одной стороны, тур по классике украинской поэзии и в тему и Украины, и Израиля. Сегодня у нас Моисей Фишбейн, давно не было, поскольку он не только выдающийся поэт, но и прекрасный переводчик. И он перевел с эврита известную песню «Золотой Иерусалим», написанную поэткой и композиторкой израильской Наоми Шемер, в 1667 году, буквально незадолго накануне Шестидневной войны. Шестидневной войны, собственно, Израиль вошел в Иерусалим, и впервые евреи получили возможность молиться у стены плача, и первыми евреями, которые молились у стены плача у западной стены уничтоженного некогда Иерусалимского храма, были как раз бойцы армии обороны Израиля, и сохранились архивные кадры, как они поют у стены плача именно эту песню «Золотой Иерусалим». Поэтому я на длинный чуть-чуть в сокращенном варианте сейчас прочитаю «Золотой Иерусалим» по-украински в переводе Моисея Фишбейна. «Повітря гир, вино, дух мяне, таке пьянке вино, там біглицевый вітер тане, отзвінно далино, оснива в дереве каминьні, занурена у сни, завмерло місто в самотині, схилилась до стены, стены плача. Тебе я славитому ниньі і простягнув вінец, твій син молодший без гордині, останній твій співец, твоє ім'я неопалиме, пече мені вуста, забуду я, Єрусалиме, любови золота, ми до Криниц і до Майдана вернулись не дарма, там де храмына Богоданна уже сурмить сурма, все променисте, все прозоре в печерах і в полях, і перед нами наше море і Єріхонський шлях, Єрусаліме золотий, моя любови осяйна, глибонь, я звук твоєї арфи, її струна». Моисей Фішбейн і на мисг, то як ти приклікаєць сі сьогоднішній судьбой України? «Это правда, да. Прекрасное стихотворение. Спасибо большое, Стас. Спасибо, друзі, за переглядами. Не забывайте подписываться. Не забывайте подписываться на канал Станислава Белковского і «Власть вирсу с Влащенко».